Здравствуйте! Сегодня франчуров заявил о том, что партия Яблоко должна отказаться от государственного финансирования. Нам нарисовали 3%, после которых полагается партия финансирования. И он сказал, что раз мы не признаем результаты выборов, то мы должны вернуть деньги, которые нам дает государство. Логика какая-то очень странная. Испавин Чуров через год так и не понял, что случилось. Не мы украли голоса избирателей, а у нас украли эти голоса. Больше всего голосов украли именно у партии Яблоко, для того, чтобы бросить в пользу Единой России. И больше всего голосов украли именно в Москве. Именно наши наблюдатели, которые пришли избирательные участки, больше всего работали для того, чтобы поймать зарплату фальсификаторов. А когда не удалось это сделать, дали информацию в интернет, средства массовой информации об этих фальсификациях. Что во многом послужило причиной массовых акций, которые проходили после этого, 4 декабря. Сегодня мы решили напомнить все-таки о том, что 4 декабря прошлого года в стране состоялась очередная узурпация власти. Были бесконечные вбросы, карусели, удаление наблюдателей с участков. Мы по этому поводу обращались в суды. И у нас очень много судебных исков. Разумеется, суды сказали, что эти протоколы они все не признают, которые принесли наши наблюдатели. Потому что у нас нет в стране ни честных выборов, ни честного правосудия. Так что будем продолжать нашу борьбу, но в тех формах, в которых нам позволяет государство. Мы уже сегодня не можем проводить ни митинги, ни реальные демонстрации. Потому что ничего нельзя за все штрафы. Штрафы колоссальные. Поэтому мы ищем те формы, в которых мы можем работать сегодня. Вот смысл сегодняшней акции. Это поминки по очередной гибели честных выборов Российской Федерации. Вот той гибели, которая произошла ровно год назад, 4 декабря. Сергей Сергеевич, ваши претензии не признают в судах, а цветы вы несете в Центр сберкома. Может, к Верховному суду тоже нужно принести буфет? В следующий раз обязательно принесем к Верховному суду. Спасибо.